МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С тех самых пор, как юноша впервые увидел видеоролик о городских трюках в интернете, он навсегда потерял покой. Юсеф Маджет начал тренироваться со своими друзьями почти 10 лет назад. Однако специализированной площадки для паркура в его родном городе не оказалось. Сейчас ему 23 года. Студент Египетского университета бесстрашно тренируется на большой спортивной площадке, которой для него стал Каир. Чтобы отточить мастерство, он делает головокружительное сальто на древних камнях пирамид в Гизе и на мосту возле Нила. С тех пор, как я начал заниматься паркуром, это было главное место для занятий. Здесь мы вспоминаем тех, кто жил до нас и совершал великие дела. Это мотивирует нас усердно тренироваться. Это мотивирует само по себе. Во время упражнений вы видите пирамиду и думаете, какие великие люди ее построили. И чувствуете, что ваши проблемы очень малы, и их можно преодолеть. Если были те, кто смог построить пирамиду, разве мы не сможем выполнить упражнения или передать идею? Паркур возник в конце 20 века во Франции. Его прообразом служат тренировки местных военных, которые впоследствии адаптировал французский уроженец Вьетнама Раймонд Бель. Второе дыхание в спорт смог вдохнуть Дэвид Бель, сын Раймонда, который использовал свой энтузиазм и знания боевых искусств, чтобы помочь создать совершенно новые трюки и упражнения. Каждое движение в этом виде спорта что-то символизирует. Выполнение сальто назад, например, своей формой, свидетельствует о том, как быть свободным в своем теле и в форме своего тела, и как реализовать это движение. Потому что вы свободны, пока гравитация, которая связывает все вещи на Земле в течение этих секунд, не откажется от этой связи. Таким образом, стирается разница между всем, что есть на Земле, и ты единственный в воздухе, и она смотрит на тебя. Все стоят, а ты в совершенно другом пространстве. Последователи основоположников паркура, такие как Маджет, используют городскую среду, чтобы испытать свое физическое мастерство и бросить вызов гравитации трюками в импровизированном стиле. При этом для практикующих этот экстремальный вид спорта основополагающей является философия, заложенная предшественниками. Паркур оказал влияние на голливудских каскадеров и получил мировую известность. Шарль Леваль, учитель рисования из Парижа, в свободное от работы время украшает улицы французской столицы великолепным стрит-артом. Его герои – это почти всегда люди. Они спят, читают, разговаривают или торопятся на работу. Нарисованные персонажи оживляют стены домов, особенно тех, что выглядят уныло. В разговорах о стрит-арте на ум первыми всегда приходят работы Бэнкси. Но он, конечно, не единственный автор, который взаимодействует с окружающим пространством. Шарль Леваль – пожалуй, самый известный уличный художник Парижа. Он преподает рисование, а, закончив работу, превращается в уличного графиста, творящего под псевдонимом Левале. Всё свободное время он посвящает любимому занятию. На холсты обветшалых стен наносит удивительные по мастерству фрески. В этом жанре он работает почти 10 лет и зарекомендовал себя плодотворным художником с узнаваемым и зрелым творческим почерком. Графические уличные панно позволяют артисту доносить собственные идеи и эмоции зрителям. Хотя его рисунки есть и в других городах Европы. Основная галерея для работ Шарля – это столица Франции. Водосточные трубы становятся опорой для его героев, лестницей – трамплинами для опасных трюков. А за углом дома вы можете встретить спешащего на работу чёрно-белого человека. Шарль увлекается театром, поэтому его персонажи часто бурно выражают свои эмоции и жестикулируют. Среди них можно встретить представителей разных профессий – офисных клерков, музыкантов или даже мимов. Все они ярко чувствуют, попадают в неловкие ситуации, ленятся, предают или спасают. По образованию Леваль – художник. В своём творчестве он отдаёт предпочтение реализму и работает чаще всего в двух цветах. Считает, что яркие краски могут отвлечь от смысла. Когда рисунок готов, артист возвращается на выбранное место и крепит изображение с помощью клейстера. Благодаря этому рисунки идеально вписываются в городской пейзаж и взаимодействуют с ним. Такое искусство недолговечно, но быстро становится частью городской идентичности. Рисунок, который вы нашли на Тихой улочке сегодня, может исчезнуть через месяц. Город постоянно меняется и остаётся холстом для уличных художников. Молдавская художница Изи Извне создаёт невероятные иллюзии уличного искусства, которые превращают стены городских домов в открытые порталы Вселенной. Изи Извне – это псевдоним молдавской художницы, которая попала на страницы книги «100 граффити художников Европы». Она создаёт фантастические иллюзии, превращая городские дома в открытые порталы Вселенной. Любовь к космосу вдохновляет художницу рисовать оригинальные картины, которые втягивают зрителей в неизведанный мир космоса. Своё искусство художница называет особо – стрит-арт-иллюзии. В своих работах она сочетает каллиграфию с оптическим калейдоскопом и 3D-граффити. Извне создаёт новые порталы всякий раз, когда красит стену. При этом она просит зрителей представить, что находится за пределами серой стены городской архитектуры. Глядя в глубокие, расписанные теннели, невозможно не задаться вопросом, какая магия ждёт на другой стороне. Извне надеются, что люди захотят узнать больше интересного о реальных тайнах Вселенной. Мой стиль – открытие неоткрытых вещей. Кто может представить, насколько глубокой и яркой может быть реальность внутри стены? Насколько глубоким и ярким может быть космос над нами? Мы теряем много моментов жизни вокруг нас только потому, что каждый день слишком заняты, чтобы останавливаться и открывать глаза и душу. Так художница объясняет своё творчество. Наполнив мир искусством иллюзий нераскрытых тайн, извне распространяет магию по городским улицам. На её 3D-картинах – фантастические тоннели, которые, кажется, пробиваются сквозь цементные стены домов в неизвестность. Каждая композиция наполнена энергией цвета и геометрических фигур. Художница надеется, что её работы побудят зрителей проявлять любопытство в повседневной жизни. На сегодня это всё. Смотрите дайджест добрых и милых сюжетов по будням сразу после вечернего выпуска Севан Форумбюро и в течение всего дня. Всего доброго, будьте здоровы, не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok